78 лет прошло с того июньского утра, когда в 4 часа утра немецко-фашистские полчища без всякого объявления войны вероломно атаковали границы Советского Союза. Так началась Великая Отечественная война. Война забрала бесконечное множество жизней и сломала миллионы судеб. Почти 500 тысяч кубанцев не вернулись с фронта. Память героев священна для нас. В День памяти и скорби, который отмечается 22 июня, славянцы присоединяются к акциям, проходящим по всей Кубани. В парке 40-летия Победы в 4 часа утра началась реквием акция «Свеча памяти». В ней приняли участие учащиеся и студенты, ветераны вооруженных сил и боевых действий, представители властей и общественности, казаки. И каждый год в это время мы собираемся здесь для того, чтобы отдать День памяти нашим героям, которые стали на защиту нашей Родины и стали против самого страшного врага всего человечества. Неисчислимы бедствия, которые принесла нашему народу война. В память о тех трагических событиях зажигаются свечи и звучат самые проникновенные поэтические строки. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоёвано счастье, пожалуйста, помните. Песню свою отправляя в полёт, помните. О тех, кто уже никогда не споёт, помните. После возложения цветов к вечному огню, колонна, держа в руках зажжённые свечи, прошла по набережной протоки к месту, где воспитанники клуба «Пост номер один» спустили на воду венок в виде звезды в память о погибших воинах-освободителях. В нашем техникуме развивается военно-патриотическая работа. У нас есть музей, проводятся встречи. 22 июня – это особый день для страны. Мы должны почтить наших предков, которые сражались за нас. И мы помним это время, когда действительно вероломная Германия напала на нас. Мы всегда ощущаем память своих отцов, мы всегда помним наших дедов. Мы гордимся тем, что мы живы, мы есть, и мы будем всегда вспоминать это и прививать это молодёжи. Продолжились памятные мероприятия днём. Траурный митинг, посвящённый Дню памяти и скорби, собрал славянцев, которые не смогли остаться дома, и пришли к мемориалу павшим, чтобы ещё раз им поклониться. У нас в каждой кубанской семье есть свой солдат, свой ветеран или труженик тыла. Есть свои родные, погибшие на фронте или в оккупации. И всем нам, живущим сегодня, ещё ни год и ни два предстоит переживать последствия той трагедии в истории нашей страны. И никто не вернёт нам миллионы погибших, не вернёт людей, так и не успевших построить свой собственный дом, воспитать своих детей. Но все они, поколение победителей, сделали главное в своей жизни – защитили Родину. Председатель районного совета ветеранов войны и труда сказал, что мы в неоплатном долгу перед подвигом героев. Мы низко кланяемся всем ветеранам, воевавших на полях сражений, самоверженно трудившимся в тылу. Низкий поклон вам за ваш подвиг, за чистое небо, за мирную жизнь, за будущее наших детей и наших внуков. Вечная слава героям, павшим бояк за Родину. После всекубанской минуты молчания, которая началась ровно в полдень, участники митинга возложили живые цветы к памятникам в парке 40-летия Победы. Для меня большая честь говорить сегодня в День памяти и скорби. И мы получили огромное наследие от наших предков и прадедов. Я считаю, что мы должны с честью и совестью сохранять его. И мы должны помнить их имена, ни за что не забывать, иначе без прошлого не будет и будущего. Славянцы приняли участие во всероссийской патриотической акции «Горсть памяти», цель которой – увековечить память погибших советских бойцов. Во время акции земля с воинских захоронений была помещена в солдатские кесеты. В дальнейшем кесеты с воинскими почестями разместят в историко-мемориальном комплексе главного храма вооруженных сил Российской Федерации. Сегодня я принял участие в очень важной акции Славянского района – «Горсть памяти». Мы брали землю с братских могил, закладывали солдатские кесеты, и эти солдатские кесеты будут отправлены на хранение сначала в Краснодар, а затем в Москву. И еще об одном памятном мероприятии, которое было проведено в День памяти и скорби. Сейчас работаем в сеансе памяти фронтовых радистов. Наверное, информацию имеете? Очень рад, что в это время нам удалось с вами провести связь. В этот день славянские радиолюбители поискового отряда «Кубанский рубеж» клуба К-95 присоединились к всероссийской акции «Сеанс памяти фронтовых и партизанских радистов», связываясь с радиостанциями любителей с Кубани и всей России. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События».